всем добрый вечер сегодня у нас воскресенье сегодня у нас светлый праздник пасхи с которым я всех и поздравляю иисус воскрес воистину воскрес и сегодня у нас за в очередной раз разговор воскресенье всем привет еще раз с чего начнем на этой неделе много было событий фактически миссизоне фигурном катании но пока что хватает новостей для обсуждения хватает информационных поводов так называемых поэтому начнем наверное с конца но только не с конца этой недели а с конца прошлой ирина алекса тема про токсичность того что писаться в интернете заявлено не было она заявлена что она когда-то будет это будет отдельно большая тема будет впереди межсезонья будь уверена будут недели когда фигурного катания и новостей вообще не будет их будут высасывать из пальца этот процесс уже немного начался но пока что новостей действительно хватает у нас и шоу и уход кофту на из спорта и продолжение этого фарса с тарасовой четверные прыжки пиар с пятерными на удочке в общем тем более чем достаточно да ир ты уж прости но как когда что это тебе придется за нами угоняться придется подождать когда-то оно будет но не сегодня вот а начнем мы с конца еще раз повторю с конца прошлой недели в конце прошлой недели у нас было то самое шоу это ритт беридзе шоу чемпионов краснодаре про которое мы много говорили про которое у нас высказывались очевидцы люди которые там присутствовали мне кажется ввиду того что второе шоу было как раз воскресенье и воскресенье у нас был разговор далеко не все успели доехать до своего дома далеко не все успели высказаться я бы предложил сейчас те кто лично там был те кто не высказывался кому есть что сказать ваше слово кто хочет включайте микрофоны кто может кто желает кто может не был но хочет поговорить вперед слышно да привет алексей давай тогда ты начни это у нас как обычно всех все хотят что-то сказать все уточняют а когда доходит до дела то все молчат начинай я просто хотел сказать по поводу аплодисментов все-таки я потом слушал в поезде несколько запись там действительно гораздо меньше и хуже их слышно а в зале их было очень много и громко и даже когда шарф нас там пытался приободрить это даже кое-где было рядом сидели вообще не могли с друг другом разговаривать даже в перерывах поэтому мы наоборот ждали когда он уже замолчит чтобы хоть что-то друг другу сказать уже следующий фигурист поехал мы ему хлопаем поэтому не знаю почему они так сняли и зачем это первый канал это профессионалы значит такие профессионалы я так понимаю что то что гришин тоже а потом и гликенгаус активно подбадривали и раскручивали трибуны на аплодисменты это же они тоже делали не по собственной инициативе им видимо сказали тоже звукорежиссеры кто там командует что маловато надо посильнее и с их подачи они стали просить больше аплодисментов а если они изначально там были ну значит так настроено было мало микрофонов было в зале не оттуда брали звук это уже такие профессионалы значит на первом канале что я могу еще сказать там даже такой случай был наша трибуна где мы сидели перед долиной перед лары крофт кричала очень громко лара крофт лара крофт я вот этого в записи вообще не услышал по поводу впечатлений очень сильно нас с лулу впечатлили конечности букины и коцелаповы потому что там прям и степашка и вика прям рядом с нами стояли мы прям так их разглядели великолепно мы даже иногда жулины начали понимать и это все впечатления твои впечатлений на самом деле очень много это я уже писал что я был как можно выразиться маленький ребенок в кондитерской где все можно где все самые любимые проги разом все перед тобой на расстоянии вытянутой руки и я не знаю мы там орали по моему так что чуть глотки не сорвали с лулу поэтому не знаю даже не очень приятное соседство которое у нас там было не смогло испортить ничего из этого вампир в живую гораздо алены лучше мне зашел чем потом на записи показали хотя вот эти вот ее взгляды и так скажем указание пальцами на видео лучше видно чем в зале было видно и бул ложка дегтя это конечно то что не было бортиков после была вот эта вот ситуация когда пошли все брать автографы и немножко непродуманный вот конец шоу что все таки надо было как-то что-то организовать чтобы могли подарки отдать и все потому что реально очень много народу перенесли цветы и там еще что-то у многих было поэтому поэтому я думаю но если в будущем они будут это продолжать а я надеюсь что будут они это учтут и все будет нормально а можно еще вот немножечко будет добавить впечатление немножко по некоторым фигуристам я хотела отметить вот живую алену костернов и или турсенбаеву они обе отличаются от всех действительно вот наконец-таки я смогла лицезреть эту разницу в скольжении действительно очень мягко плывут по льду то есть разницу скорости вот я не очень заметила а именно эту плавность вот это мишире переходы с ребра на ребро то есть она они очень две кардинально отличаются от остальных одиночных даже от валиевой богичной то есть у него такого нету они обе очень поразили вот именно вот этим навыкам очень артистично очень ярко красиво катались еще хотела сказать про не щербакова действительно очень всем понравилось и мне очень зашел ее номер короткая программа в темноте то есть это вот настолько интересно смотрелся оригинально все привыкли что ее снежный номер он весь в белом весь светлый а тут такой темный это приглушенный свет очень интересно смотрелся этот номер ну будем тогда двигаться дальше если кто-то еще захочет вернуться можно будет вернуться а пока к событиям на неделе неделя начиналась без раскачки я напомню что на прошлой неделе кроме приятных новостей были не очень приятные например истерика которую высоховская закатила средствах массовой информации сначала на пару себя с начальником потом собственном бложике потом в ответ понедельник я напомню это было в понедельник высказался один из начальства причем высказался в такой наглой хамалатой какой-то манере на в рамках я доктор философских философских наук а вы все это не очень образованное сказать что это было что-то невежливое или с высока или хамск или грубое ничего не сказать у него сообщение все компоненты присутствовали там и угроза и похвальба и намеки на знакомство с сильными мира сего и завуалированное оскорбление было все речь идет о василию конове при этом попутно он облил опять же и федерацию фигурного октания россии рассказав всем нам что на самом деле он конечно не знает из-за чего весь сыр бор и в чем суть конфликта но на самом деле очевидно да очевидно что федерация сама федерация не причем это личное личное выяснение отношения между войсуховской пресс-атташе федерации на самом деле очень странные заявления очень странные очень непоследовательные очень глупые ну представьте себе вы начальник не обязательно федерации может быть наоборот в рио новости да вы на месте конова вы ту же самую и цеховского назначили на какую-то работу на должность поручили и вести какое-то дело она как-то с этим делом справляется но вы же и делегировали полномочия значит то что она делает это ровно то что вы от нее хотите собственно он это и демонстрирует он защищает войсуховскую почему он считает что федерации фигурного катания не так даже если то есть это вообще оскорбительно звучит на человек не знает и вот то ли к линию вбивает то ли пытаются щеки надувать все это дело уже прошлое это было в понедельник но тем не менее рассказывая что на самом деле вот другие наверняка думают не так а это думает только какой-то человек какой-то человек на выполнять свою работу свою работу он выполняет ровно так как хочет его начальство стоит наверное об этом думать если ты тоже начальник у тебя есть тоже подчиненные ты примерно так наверное видишь свою работу а если ты видишь ее иначе значит у тебя подчиненные кто во что гораст кто в лес то по дрова та же самая войсуховская тогда наверное ему надо к войсуховской обратиться спросить почему она не делает то что он не говорит он же по себе судит а если судит по себе значит по своим подчиненным а значит по войсуховской ну логика поэтому совсем не удивительно что буквально через несколько часов в дело вступила чужого артиллерия глава федерации высказался что на самом деле нет никакой инициативы ермолиной пресса таши федерации не было по поводу сообщение про то что федерация рассмотрит возможность не аккредитации войсуховской что на самом деле эта позиция всей федерации ну логично логично это было понятно и без этого и в общем все это хамство вся эта невоспитанность конова она лишний раз была подчеркнута опять же много было и бреда он там ссылался на какую-то статью до уголовного я подчеркиваю уголовного кодекса воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов журналистам никто не препятствует профессиональную деятельность вести обратите внимание если вы журналистам было бы все можно зачем было было бы нужна аккредитация то есть журналистов можно было бы пропускать на то или иное событие по корочке ну как же у нас профессиональная деятельность журналистов вот звонит тебе в дом дядя с улицы корочку предъявил я журналист имеет право войти но я конечно утрирую есть общественные события а есть личное но на общественные события точно также зачем нужно аккредитация ну любой журналист имеет право войти если он журналист имеет право там быть ну ахинея ахинея как она есть ахинея неграмотность демонстрирование собственной неграм безграмотности тем более что никто ничего во первых и не запрещал во вторых никто и журналистам не препятствовал то есть если допустим не аккредитуют войсуховского это же не значит другим других журналистов у нас нет другие журналисты у нас кончились к слову опять же та мысль та идея которая не прозвучала ни разу на этой неделе после этого войсуховская развила бурную деятельность она и там взяла интервью она и здесь взяла интервью она и тут она и там всячески стремилась показать свою незаменимость но тем самым для меня например на лишний раз показала что она ведь не незаменима у нас она ведь не уникальна она не делает ничего такого что не мог бы сделать не знаю дядя петя с деревни любой другой журналист да вот она побежала можно сказать вот какая какая же профессиональная деятельность классная да там пост он объявила завершение карьеры и войсуховская сразу хоп его выкатила там интервью извините а чем это отличается от того что кто-то там выкладывает да там мишин выкладывает у себя группа мишина выкладывает какие-то фотографии в инстаграме и кто-то у нас бежит туда и первый приносит оттуда фотографии вот контент доставляет это что же самая работа один доставит контент или другой доставит контент на перегонки какая разница кто это будет она не незаменима она не делает ничего уникального а всячески наоборот она пыталась показать свою незаменимость и свою полезность ее полезность она стремится к полезности до обычного серого участника этого пира журналистского ее профессиональность она уже всячески обсуждала чтобы на ней останавливаться они заменимы здесь другие да возьмем уберем мишина вот нет мишина вот у вот человек незаменим мы берем тут беридзе да вот человек незаменим а уберем и суховскую и и и заменят на на ее место 100 будут соискателей новых которые и не хуже нее справиться с этой задачей более того это на ее место будут соискатели а интервью то же самое допустим у кофтуна или еще кого-то возьмет у то другое возьмет не лучше не хуже возьму точно так же там все абсолютно серые рутинные и ничего себя не представляющие интервью что там войсуховского своего приносит извините очень это рельефно выглядело как она пыталась и продолжает пытаться подчеркивать свою незаменимость извините ирина выцеховского вы на этой работе вы мните себя что вам общество очень что-то должно что вы для общества делаете какую-то особую работу чтобы выполняете какую-то миссию на самом деле вас заменить что пальцами щелкнуть а есть другие люди которые на самом деле не заменимы и их ценность для общества с вашей ценностью вообще не сравнима да правильно арина тут пишут что вам мы вам рот затыкали и будем затыкать нужно и тогда тот опус василия василия кон охарактеризовать коротко действительно затыкали вам рот и будем затыкать то есть вся грубость и наглость хамство в одной фразе очень емко это это журналист высказывается вот поэтому получила эта история некое продолжение на этой неделе сначала видео от этого всплеска конова который то ли решил заступиться то ли решил причем там и глупости были да что какая разница кто там что там про повышение возраста я говорил речь не о повышении возраста идет и кто что говорил речь идет о деятельности войцуховской которая свою деятельность ведет на протяжении долгого периода времени годы она этим занимается берет она интервью у патрика чена патрика чена у нас патрик чен великий канадский чемпион скользист великий как его позиционируют он вообще неплохую прессу у нас имеет и популярен например вот когда за это же загитова каталась на олимпиаде в командном турнире получила высокие баллы и показывали кик канадские канадской команды и канадцы не зная что их снимают сидели там с перекошенными лицами из песни слов не выкинешь а один патрик чена улыбался хлопал действительно там стал показывая что он понимает что это такое дон кихот все прыжки во второй половине как как ему это понравилось вот но приходит высуховская чем же не знает кто такая мадам и цеховская берет у него интервью в интервью половина интервью посвящена каким-то там девочкам по прыгушкам скажем так ну в переложении войсуховской понятно еще что она берет какие вопросы она задает как она интерпретирует эти ответы что она дописывает от себя и после этого патрика чена совсем другая пресса здесь и после этого патрика чена совсем иначе здесь воспринимают иностранные спортсмены которые дают интервью войсуховской они тоже должны понимать как они выглядят и как много они теряют после таких профессиональных кавычках интервьюеров берет она интервью еще у кого-то и опять треть интервью посвящена посвящено чему-то вот там профессиональная деформация очень серьезно и кто-то выложил статью там да в виде версии да сплетней в виде версии как говорил владимир семенович который ненавидел сплетней в виде версии про то какова была сама карьер у самой войсуховской карьера в прыжках в воду читая между строк не вне не вникая сплетней версии вот последнее соревнование после которого карьера завершилась то есть как войсуховская сама в своей книге об этом пишет да я вошла то есть я поднялась на вышку там меня мне всех все кричали не прыгай но я не могла не прыгнуть да все кричали пережди там был сильный ветер ты же убьешься нет я прыгнула и входя входя в воду да с удовлетворением про себя отметила что я как всегда выиграла нормально звучит да то есть это слова не мальчика на мужа слова великого чемпиона а на деле это все наоборот то есть это так рассказывается про тот прыжок который которым она не только проиграла тот турнир в дребезги но она проиграла свою карьеру после после чего ее карьера закончилась тут же дальше но на самом деле мол у меня разошлись руки я там откатилась но представьте себе как это фигурном катании выглядит то есть вот сатока ну вот возьмем допустим не сатока миохара каури сакамото чемпионата мира прыгая очередной прыжок я с удовлетворением отметила что я опять сделала все чисто и выиграла свою законную медаль а на деле она сделала бабочку но это же очень сильно очень сильно нужно себя любить это очень сильно нужно все с ног на голову переворачивать чтобы в таких выражениях и так писать вот о том о чем уже история написана о том что все могут проверить о том что всем известно вот такой характер выворачивать все шиворот-на-выворот с ног на голову белое называть черным даже здесь это заметно из и соответственно всю неделю после этого мы были свидетелями многочисленных всяких интервью заметок зарисовок от войсиховской вот она всячески стремилась еще раз повторюсь никто это не озвучил там некоторые похваливали даже ее что вот может же и так далее писать не друзья мои вы не видите картину целиком идея в том что она всячески старается продемонстрировать свою незаменимость а на деле она не делает совсем ничего с чем не смог бы справиться тривиальный какой-нибудь выпускник вуза совершенно желторотый не обученный вчерашний выпускник журналистского факультета даже и без факультета пойти к тому же кофтану взять интервью кто первый позвонил кто первый опубликовал никакой заслуги никакой уникальности никакой выдающейся работы ничего в этом я не вижу может быть я неправильно смотрю ни туда не так но довольно войсиховской хотя они еще наверное будет поэтому еще раз отмечу василий конов который на правах начальника попытался не только заступиться за войсиховскую но и сказать вы все прах у моих ног а я тут бессмертный решатель по моему звонку тут по шевелению моей брови вы будете делать то что и то что вам сказано примерно в таких выражениях и и примирительный ответ горшкова с одной стороны который немного сбил с него успеть сказать что это вообще-то позиция всей федерации не стоит рассказывать что россию мы любим да народ неправильный как у нас любят партнеры наши высказываться то народ то еще кто то неправильный да ну понятно что для них лучше бы чтобы вообще их не было примерно так для войсиховской лучше бы чтобы не было никаких защитников и вообще тут береза никакой не было и вообще ничего не было одна одна большая войсиховская была бы великий могучий профессионал который бы все кланялись горшков который высказался что с одной стороны нет это позиция всей федерации что войсиховская вообще-то говоря уже достала нас а с другой стороны мы же не говорили что прямо мы ее не пускаем не забегать вперед мы рассмотрим мы рассмотрим что называется посмотрим на ваше поведение поставим этот вопрос вопрос вообще по разному можно ставить того что она говорила сколько написано бумага все стерпит но блог интервью контексты резкие эпитеты все это вплоть до до посудных вещей до клеветы до грубости это все очень легко и просто подпадает под неотичное поведение есть ассоциация журналистов не знаю не знаю не помню как она называется ассоциация спортивных журналистов или как там есть комитет по этике при возможности да это сложно да это вообще говоря неправда и и вообще чушь но тем не менее если уж совсем да там закручивать гайки то у права найдется хотя бы с той стороны а а там уже как как раз они отзывают аккредитацию только не так они аккредитацию зовут не на фигурное катание не вообще отзовут аккредитацию что было дальше понятно что эта тема после ответа горшкова по утихла поэтому переходим к тому что было дальше по новостям понеделя дальше лазукин лазукин давая интервью я я уже не знаю от большого ума или это государственная политика такая у мишина высказался как раз в том плане что здорово облизал то саму выцеховского у него никто не спрашивал наводящие вопросы как часто бывают у нас когда нужно очень отбелись медведеву еще кого-то ему не надавал не задавал он он сам решил зачем он это сделал чем он руководствовался насколько велика палата ума которая у андрея лазукина что он давая вообще-то и так само по себе довольно спорно да там спорно высказывая что в текстах был я бойфренд туктамышева вообще-то я член сборной россии ну из песни слов не выкинешь действительно это член сборной россии кто его знает члена сборной россии андрея лазукина если он проходит был в большинстве у большинства журналистов как парень туктамышева или бойфренд туктамышевый наверное это говорит о том что туктамыши намного больше заслуг чем у него и наверное это говорит что похвастаться самому андрею лазукину нечем в глазах журналистов может быть это обидно может быть это не нравится ему но это факт кто знает кто такой лазукины у нас и из таких болельщиков до досужих да мало кто а туктамышева так или иначе знают слышали о ней в этом же суть на что тут можно обижаться не знаю только на себя выступай как следует стань чемпионом мира как была чемпионка мира лиза туктамышева будьте числе лидеров мирового сезона как например в этом сезоне лиза туктамышева и тебя будут называть будут будут говорить что не лазукин это бойфренд туктамышева будет говорить что это туктамышева та та самая которая девушка лазукина докажи понятно что на на каком-то этапе это неизбежно до такого недовольства но обязательно должно быть вот такой вот такой удар по самолюбию он кстати тоже хорошей мотивацией является ну так вот высказываться в духе какого-то обиженного мальчика там там спесь не спесь но чуть ли не спесь показывая этим высказывания но смешно на самом деле а что ты сделал что было не так съездил на чемпионат мира и на командный чемпионат мира где прилично выступил ну молодец но съездил по замене и вы и выступив там прилично да ты выступал примерно так же как заваливший все самарин то есть самарин все заваливала ты максимум свой дел и вы на и вы на равных ну рефлексия должна быть какая-то дальше дальше вернул гром среди но среди ясного неба как гром среди ясного неба конечно для всех было ну может быть не для всех мы и может быть не гром объявление максима кофту на завершение карьеры мнения болельщиков и специалистов прямо скажем разделились по этому поводу болельщики ну но не то чтобы одобрили но с пониманием восприняли эту новость а специалисты все как один да поддержали и Beethoven а специалисты все как один почему то вот не очень были этим обрадованы ну я могу сказать что я тут не буду к сожалению за одно с болельщиками но что тут можно поддерживать что тут можно одобрять, я не понимаю. Тут есть очень серьезный диссонанс. Если вы вашим ухом не можете этот диссонанс уловить, я попытаюсь вам помочь. Как обычно бывает с карьерами, в спорте вообще, не обязательно в фигурном катании, но и в фигурном катании в первую очередь, как они завершаются. То есть вот карьеру можно завершить, получив серьезную травму. Получаешь серьезную травму, которая сразу понятна, что ничего не будет дальше, настолько она серьезная. Либо получаешь травму, потом мучаешься сезон другой, не можешь выйти на уровень, завершаешь карьеру. Это тот случай? Нет, очевидно, это не тот случай. Бывает, что первый случай, он часто совмещен с другим. С одной стороны травма, с другой стороны низкие результаты. Травма, может быть, была, может, ее не было, но результатов нет, и смысла продолжать большого тоже нет. Это тот случай. Тоже не тот случай. Он выиграл чемпионат России. В него много вкладывались даже в этом сезоне, в Максима Костона. Он чемпион России. Третья, еще, возможно, какая-то причина, которая тоже с первыми двумя, опять же, часто пересекается, нет черного и белого, все обычно смешано. Это определенная усталость еще, да, от травм, от выступлений, от неудач. Тоже все мимо, мимо кассы. Конечно, у меня, например, я четко слышу вот в этой ноте про завершение карьера от Ковтуна, я слышу фальш, я слышу диссонанс. Ну, как так? Вот если бы он, у него была серьезная травма в прошлом сезоне, он пропустил сезон, потом он вернулся, в него здорово вкладывались, его здорово поддержали. Чемпионат России он выиграл. После этого были проблемы, на чемпионате Европы программу он сорвал, на универсиаде худо-бедно как-то он выступал, на чемпионат мира не поехал, и все, карьеру завершил. Ну, как так? Если бы не было вот этого чемпионата России, первое место, на чемпионате России он восьмой. Вот все логично. Вот у него была травма, он пытался вернуться, он вернуться не смог, на прежний уровень выйти не смог, карьера завершена. А тут не складывается. Объясните мне эту логику, объясните мне, почему я должен это поддержать? Я не понимаю. Ну, давайте вот у нас в женском одиночном чемпион России, чемпионка России, я подчеркиваю, ни Олимпиады, ни мира, ни Европы, чемпионка России каждый год после этого будет завершать. Да, я сознательно утрирую, понятно, что Ковтун четырехкратный чемпион, но поймите, поймите суть, когда в тебя вкладываются, когда ты выражаешь интересы не только собственные, когда ты действуешь не только от своего имени, но и фактически множество других людей представляешь, у тебя должна быть какая-то ответственность. Когда в тебя вкладывается, вкладывается не с тем, чтобы ты выступил здесь и сейчас, но в том числе и в будущее. И если ты, так вот, рощерком пера говоришь, что, да, там, с записью в Инстаграме, все, я карьеру завершил, ты тем самым говоришь, это все для меня было, там, группа, люди, которые вкладывались в меня, кого я там подставил, Буянову, там, федерацию, хореографов, там, физиотерапевтов, еще кого-то, а, фигня. Посмотрел я, специально посмотрел, сел отдельно, выделил время, не видел я этого интервью, что он давал на, на Мачтв, сейчас уже дал после этого, посмотрел интервью, не знаю, у меня, многие говорили, человек, кто видел интервью, что вот я поменял свое мнение о кофтине к лучшему, я теперь его зауважал, мне он даже понравился, а я не могу согласиться. У меня вот два эпидемиета, безответственный и легкомысленный, то, что я увидел. Нет, я все могу понять, и про травмы, и про проблемы, но травмы и проблемы, они есть у всех. Посмотрите на того же Ханю, допустим, посмотрите на Буэна, Дзиня, там, ну, много, много есть людей, и второй момент, который тоже не сильно, не сильно освещался, и не сильно на него обращали внимание, ведь, обратите внимание, на самом деле, кофтин уходит из спорта примерно, как, допустим, в женском одиночном некоторые уходят, они говорят, ну, вообще-то я не конкурент, не конкурентна, и потому я ухожу, не потому, что там, да, у меня там травма, у меня там еще что-то, но я не хочу там так сильно напрягаться, потому что я хотел бы там за первые места бороться, а не могу, но что у нас в мужском одиночном, в мужском одиночном у нас азиаты на первых местах, понятно, там по 300 баллов набирали на командном чемпионате, Чен, Жу, дальше Уна, Ханю, Дзинь, ну, так, это же то же самое, но если в женском одиночном мы тщательно пинаем за это, да, вот, а уходят, потому что вот, им мешают вот эти вот юниорки, которые в лидерах, из-за этого уходят, то здесь нет, здесь мы должны вострагаться, Чен, Жу, хотя вот из-за этого у нас вполне конкурентные, вполне полные еще, ну, не то чтобы сил, ну, те люди, которые еще вполне могли бы повыступать, хотя бы пару лет, отказываются продолжать карьеру, я это так называю, он не завершил карьеру, он отказался продолжать, я это вижу для себя так, Ир, ты пишешь, может быть, есть проблемы со здоровьем серьезные, просто не стал выносить ссоры из СБ, оделся общими фразами, чтобы не ссориться с ССК, про хронические травмы, усталость, Ир, может быть, может быть, но все это выглядит не так, все это выглядит, и, к сожалению, не так, на чемпионате Европы он выступал, на универсиаде после этого он выступал, когда есть травмы, то есть если травма однозначно настолько серьезна, то как так, это ее за пару дней диагностировали, а до этого не видели, а если нет, то обычно это бывает еще, человек борется, да, может быть, это путь в никуда, сезон 2 еще бороться, пытаться продолжать, ничего не выйдет, проще обрубить по-живому, ну, простите, тебе все дается даром, еще раз повторю, а ты этого не ценишь, это выглядит так, со стороны Ковстана. Это только мое мнение, у вас, может быть, совсем другие мнения, пожалуйста, даже сейчас можете поапонировать. Много я видел комментариев в интернете, и преимущественно действительно комментарии от болельщиков были, которые его поддерживали, но, по-моему, те комментарии, которые давали как раз специалисты, они более адекватны здесь. Ну, давайте пожалеем Ковстана, а что Коляда тогда? Коляда тоже должен завершать. Воронов, понятно, он уже давно должен завершать, но если Ковстан завершил, Воронов вообще не выступал после чемпионата России, травма. Воронов тоже должен завершать. Алиев, ну да, он помоложе, но совсем все плохо у него, тоже завершать. И тоже не конкурентный. Ну, какие 300 баллов, да, от Воронова, от Алиева, тоже он чувствует себя не конкурентным. Ну, и так далее. Мы же далеко зайдем с такими оправданиями, с такой поддержкой. Да, это жесткий вопрос, да, это, может быть, непопулярное мнение про то, что такое поддерживать нельзя. Но я должен его высказать. Фактически это отказ от борьбы, действительно, он отказался, то есть он не то, что завершил карьеру, отказался ее продолжать. Отказ от борьбы на фоне того, действительно, то, что мы видели в исполнении Чена, то, что мы видели в исполнении Жу, очевидно, что некоторым нашим, конечно, невозможно такому соответствовать. Наверное, Яковс он посмотрел, посмотрел на это и понял, что не хочет он крохи с барского стола подбирать. Имеет право, да. Так думать. Но еще раз повторю, это ровно то, за что у нас почему-то в женском одиночном изо всех сил нас критикуют, а здесь вот, ну давайте покритикуем азиатов за это. С детскими телами, не мужскими, худенькие, наверное, на диетах, с расстройством пищевого поведения, с прыжками на круточке. Ирина Алекс, подростковая, по сравнению с нормальным взрослым, мужчиной с тем же Ковстоном. Если сравнивать там Чена, Жу, Ханю, они все, они когда стоят на подиуме рядом, они выглядят друг по сравнению с другом очень адекватно. Но если ты, Ирина Алекс, с тобой говорю, если ты считаешь, что Ханю маленький, а Чен большой, когда они стоят рядом на подиуме, не сильно отличаются, ты ошибаешься. Ирина Алекс, так про то и речь. Чен азиат, и поэтому он маленький, худенький. Но почему-то, когда маленькие, худенькие девочки наши начинают выигрывать, то это неправильно. Это неправильно, причем не потому, что неправильно, потому что там неправильного тренера они. А когда мы вообще проигрываем азиатам, именно потому, что они маленькие, худенькие, то это правильно и вообще не заслуживает никакого упоминания, даже если в сущности, если разобраться, вот потеря мотивации ковтуном, в том числе и из-за этого, он не видит той морковки впереди, за которой бежать. Он не видит. Он видит 300 баллов у одного, 300 баллов у другого, там еще люди подтягиваются. Он не видит смысла. Да, он не борец, он не хочет побороться. Он, может быть, мог бы прибавить. За это я уже его покритиковал. Но если разобраться, то мотивация у него такая. Вот, опять же, если пойти по новостям, Тарасова, Гончаренко, Буянова, Плющенко, Урманов, все как один в один голос, там потом из Федерации кто-то высказывался, все в один голос высказали, что на самом деле ничего хорошего, ничего того, что стоило бы одобрять, в смысле решения о завершении карьеры, ничего такого хорошего не случилось. Это правда. Ну как, хочу катаюсь, хочу не катаюсь. вкладывайте в меня деньги, ну, вкладывайте, я покатаюсь, чемпионат России выиграл, все, мне достаточно, пока. Ищите себе нового фигуриста. Ну, безответственно, это просто безответственно, хотя бы с этой точки зрения. Что у нас дальше на очереди? Дальше на очереди, большое дело, пятерной, пятерной прыжок на удочке, тоже, казалось бы, межсезонье, интриги, скандалы, расследования, слухи, сплетни. Я ненавижу сплетни в виде версий, но вот эта неделя была вообще богата на события, на мнения, на то, что можно обсуждать, как будто и не межсезонье вообще. Итак, хронология событий. Ученик Давыдова из ЦСКА, у него первый сезон только, как бы, между прочим, Максим Белявский, ему 12 лет, он еще не только не в юниорах, но и на следующий сезон в юниоры не выходит, он выходит в юниоры только через сезон, я имею в виду на международном уровне юниоры на юниорские этапы гран-при. Прыгнул, якобы прыгнул, пятерной прыжок. Сразу же разнесли эту новость по всем СМИ, там, не знаю, 100-500 раз растиражировали, и снова, да, та же самая картина, как с Кофтоном, поразительно. Мнения специалистов, они в одном русле, мнения болельщиков почему-то в другом. Снова мнения разделились. Вот же странная ситуация, специалисты уже перестали быть путеводной звездой, перестали быть авторитетами для болельщиков. Они должны себе тоже задать вопрос, почему так происходит? Что они сделали вообще за последние сезоны не так, что их уже не слушают, что их не верят, люди ли это неправильные? Или поведение какое-то было такое, ведь, как говорят на Востоке, репутация зарабатывается всю жизнь, теряется в один миг и восстанавливается вечно. Что было сделано, что репутация потеряна, и теперь нам надо ждать по меньшей мере вечность, чтобы она восстановилась. И Ягудин высказался, что, господи, да мы такое крутили каждый день, ничего такого. И другой тоже высказался, ну, хоть прыжок в сто оборотов, хоть прыжок в тысячу оборотов можно прыгнуть, выпрутить. Ну, я не буду тут, опять же, сильно отличаться от них. Тарасова была очень раздражена вопросами, особенно еще, как первоначальные заголовки газетные, что выполнил пятерной прыжок со страховкой. Ну, не совсем со страховкой, он выполнил пятерной прыжок с большой-большой-большой помощью, да, за него выполнили. Ну, как может, вдумайтесь, как может выполнить пятерной прыжок человек, который не прыгает четверные? Сложно, наверное, спустимся на один оборот вниз. У нас есть девочка или мальчик, который тройные не прыгает. Ну, нормальная ситуация, двойные. И он на удочке прыгает четверной. Нормально? Ну, вот дупель прыгает, тройных нет, тройной он демонстрировал один в инстаграме, да, там, тройной сальха в инстаграме показал кто-то. А так тройный не прыгает. А потом, хоп, на удочке четверной. Якобы. Чтобы попроще было, потому что сам факт этого Петернова, он очень сильно давит на мыслительные способности некоторых. Факт этого хайпа, факт рекорда какого-то, якобы, он сильно мешает сосредоточиться. Я считаю, что пиар, пиар, всему, всему причины пиар. Я не знаю, что произошло, я не знаю, какова подоплека, то ли это сознательная была попытка попиариться. То ли звезды так совпали. Ну как, тренер, как они там уже в интервью рассказали, тренер сказал, пойди сделай, на слабо, пойди попробуй сделать так много, как можешь. Тебе, мол, рыбак с удочкой поможет, поднимет тебя. Он там здорово его поднимает тоже, по меньшей мере полтора оборота он прокручивает, если вы внимательно посмотрите. Сейчас еще об этом поговорим. Парень сделал, получилось, выложили в Инстаграм и дальше, да, кто-то увидел, кому-то отправил, решили хайпануть на этом недобросовестные журналисты. Может, дело было так, а может, на самом деле, с самого начала был пиар большой. На самом деле, тут, между прочим, причина тоже во многом в той шумихе информационном и в том шуме, который вот с позиции, опять же, того же самого скандала вокруг Высыховской, тех скандалов, которые постоянно вокруг интервью всяких действий Медведевой, в общем, того информационного шума, который вокруг Тутберидзе и группы Тутберидзе. Дело в чем, очень большая пресса, очень большой пиар вокруг группы Тутберидзе, и причина не в том, что там именно пиар и что там много пиара, нет, журналисты по большей мере пытаются критиковать, журналисты по большей мере пытаются набрасывать, а известность все равно растет, а пиар все равно увеличивается, а пиара все равно много. Другим тоже хочется, и Давыдов не исключение, если говорить, допустим, про работу с детьми, то на первенстве России по младшему возрасту там медали группа Тутберидзе зарабатывала и группа Давыдова. Да, Давыдов поменьше и похуже, но все-таки. И, собственно, опять же, вопрос открыт, было ли это, еще раз говорю, спланированная акция или звезды так совпали. Мне кажется, тут в крайней стени надо впадать. Немножко одного, немножко другого. То есть, сначала, может, не планировалось, а потом, когда пиар пошел, решили уже раскручивать его. Ну, умеренно, умеренно удовлетворенно, скажем так, и Давыдов пиарится, то, как он давал интервью свое, то, как я это вижу. Ну, давайте более предметно, о Белязском. На самом деле, очень талантливый мальчик, он был чемпионом России по младшему возрасту, не в этом сезоне, в прошлом. Вы могли видеть его в линейковом периоде, если помните, там, где Арсений Федотов выиграл, там вот вместе с ним на подиуме стоял как раз Белязский, который тогда был уже со всеми тройными. Он в Подмосковье занимался, по-моему, в Одинцово, если не ошибаюсь. Перешел он в группу Давыдова. Ну, об этом нам уже рассказал, и как все дело происходило Мишин, попытавшись тоже, кстати, Давыдов попиарился, и Мишин, вот, обратите внимание на действия Мишина, Мишин попытался тоже как следует попиариться на этом информационном шуме. Он сказал, у него журналисты спросили, что вы можете про пятерной прыжок, да, на удочке Белязского сказать. Мишин дословно ответил, не знаю, я не видел, но скажу, чем он отличается, допустим, от Алены Леоновой, критикуемой, что вот, она не знает, она не в курсе, но комментирует. То же самое было. Мишин очень охотно прокомментировал, хотя тут же рассказал, что не знает и не видел. Но он рассказал, что Белязский, на самом деле, был у него на сборах год назад, что именно он отправил, порекомендовал ему перейти к Давыдову, ну, вот такой умеренный пиар. И с прыжками помогал он Белязскому, его заслуга тоже в этом есть, и разглядел он его тоже раньше других, его заслуга в этом есть. И вообще, с Мишином надо хорошее отношение сохранять, потому что вот он настолько всесильный и могучий, что вот рощерком пера может кого-то там перспективного в вашу группу отправить. Я, опять же, немного сутрировал, но странные комментарии о том, чего-то не видел. Еще раз. Кто-то комментирует по делу, по сути, там, высказывая раздражение или, наоборот, восхищение, а кто-то занимается самой пиаром. У Мишина, кстати, всегда этого было много, это я Мишина сильно уважаю, но похвалить себя, похвалить своих учеников, очень часто не по делу, очень часто чрезмерно, он всегда очень любил. Ир, там его интервью, он сам об этом рассказывает, у него точно так же. Ты спрашиваешь, почему Мишин к Давыдову послал, а не себе забрал. Потому что Питер, Питер-Москва, не было возможности у родителей переехать в Питер. То, о чем сам Мишин рассказал. Как там было на самом деле, я не знаю. Вот, ну и так, возвращаясь к Белярскому, перешел он к Давыдову в ЦСКА, действительно большой прогресс, то есть у него были все тройные, он выиграл легко первенство России по младшему возрасту, год назад со всеми тройными. Ну, без тройного акселя, разумеется. А тут он, при том, что он маленький мальчик, 2007 года рождения, он довольно уверенно и стабильно тройной аксель запрыгал. Запрыгал тройной аксель, но первенство России, очередное, которое было в этом сезоне, он не выиграл. Первенство России выиграл другой парень, тоже из ЦСКА, который без тройного акселя. представляете, вот какая странность, вот у нас есть Беляски, который, как нам сейчас рассказывают, Великая Надежда, а первенство России другой выигрывает. Наверное, здесь какие-то козницы ЦСКА, наверное, там, Буянова, там, Давыдову попортило. Нет, этот парень тоже из группы Давыдова. То есть один прыгает тройную аксель, а другой нет. И нельзя сказать, что один там чудо-компонентов или другой чудо-компонентов, там, обоим надо работать над этим. Но выигрывает тот, который без тройного акселя. Потому что очень нужно было, чтобы он выиграл. Не буду уже я держать паузу вактанговскую. Те, кто помнит наше прошлое обсуждение как раз по поводу первенства России по младшему возрасту, те помнят, там, подоплеку. Кто не помнит, можете открыть архив наших эфиров, переслушать. Ну, я напомню, я напомню сейчас, как было дело. 2007 год, он не попадает у нас на прокаты, он не попадает на юниорские этапы. А Винокур, который выиграл, он 2006, он попадает. Ну, вроде бы, по возрасту. Он, скорее всего, этапы все равно не получит. Ну, как, у него даже трикселя нет, не говоря уже про квады. Он тоже что-то там в Инстаграме выкладывал, но он не прыгал этого. Он не прыгал этого на первенстве России. Вот. Но финансирование, важное финансирование. Финансирование получит по себе. И он тоже у Давыдова так мало того. Прыгал тройные тройные акселя Белявские на первенстве России. А на тройных прыжках обычных у него там недокруты находили. В короткой программе так и на флипе был недокрут, и на лутце. Ну, опять же, оцените красоту маневра. Вот у нас девочка, допустим, которая без тройных прыгает двойные. Двойные, даже с недокрутыми временами. Да, зато у нее есть дупель. А на удочке у нее квад. Да, после этого по суперенству России действительно выложил, вот у него лежит там же, где этот квад на удочке, у него там лежит четверной сальхов. Причем не просто четверной сальхов, а четверной сальхов, войлер, тройной сальхов, войлер, еще тройной сальхов. Но, вообще говоря, если говорить о Давыдове, о ЦСКА, там про Давыдова я уже об этом не раз говорил, повторю еще раз. И в том числе, вот даже на удочке, казалось бы, ну на удочке, тебе здорово помогают. Тебе, наверное, с техникой там должно быть все, отлично. Ничего подобного. Прилотейшн 270 градусов. Многие в комментариях, что на ресурсах, информационных площадках, что в Инстаграме писали, что там прилотейшн, полоборота, мол, слишком большой прер. Друзья мои, ну не позорьтесь, немножко хотя бы. Это сальхов. На сальхове полоборота, прилотейшн, он обычен. Не то, чтобы он обязательный, но посмотрите даже там, самых лучших исполнителей, там у мужчин, кого вы считаете самым лучшим, везде будут полоборота. То есть полоборота это нормальная техника, так и должно быть. Но у него там не и 108 градусов, у него 270. Так у Давыдова других тоже по 270 везде прер. У него четверной сальхов лежит в Инстаграме, там тоже примерно 270 плюс-минус прер. Здесь он пятерной на удочке, казалось бы, на удочке, тоже 270. Девочки, мальчики у него прыгают каскады, у него вторые прыжки в каскадах тоже по 270 градусов прер. Где иногда больше, иногда меньше, иногда где-то там 240-230, а иногда наоборот за 300. Как оно бывает с прератейшнами, чуть больше, чуть меньше. Ну и получается вот такой прыжок. Удочка, 270 градусов прератейшн, небольшой недокрут, недокрут там есть небольшой, чуть больше 90 градусов там недокрут на самом деле, если вы внимательно будете смотреть. И вот это типа пятерной. Что еще обращает на себя внимание? Обратите внимание тоже на горку. Если вы помните, на чемпионате мира в Японии нам рисовали все время инфографику акселей, так называемую горку там на каком-то канале, по-моему, на Евроспорте, да, комментаторы там любили все об этой горке говорить, сравнивать, у кого какая горка, смешно было. Так вот, это действительно как горка, да, парабола, вот ты идешь, 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 идешь вверх, потом вниз, вниз, все сильнее и сильнее, более или менее симметричное при этом. Здесь же нет такого, здесь у нас плата, высокогорья, то есть вот у него идет взлет до высшей точки или почти до высшей точки, в этой высшей точке он прокручивается, 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 где работает мужчина с удочкой, и потом стремительно падает. Там на впадении, понятно, его мужчина еще немножко придерживает, чтобы он там не упал на лед, да, чтобы он не приземлился хорошо. Если помните, была такая гифка, была такая фотожаба про Сашу Трусову, где она вылетает на свой прыжок, прокручивается в воздухе, а потом вот этот оборот в воздухе, он в цикл замкнут. И вот она оборачивается, 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 так, наверное, секунд 15, раз в 20 оборачивается, и потом хоп, приземление. Вот смотрите, это Саша Трусова. Вот примерно такое впечатление у меня, например, от этого прыжка Белязского, то есть примерно где-то, ну, оборота полтора, то есть он там даже не сильно напрягался, чтобы сильно самому работать, фигурист. Ну, суть была не в этом, чтобы пятерной показать и так далее, суть была, наверное, крути как можно больше, сколько сможешь, да, а уже потом это выложили, пошел пиар, и опять же, не знаю, была идея в этом, или случайно все получилось, тем не менее. Вот, ну, да, Квадов на первенстве России Квадов он не показывал и ни на одном турнире, я не знаю, может быть, я пропустил какую-то водокачку после этого, ни на одном турнире он до сих пор Квадов действительно не прыгал. Вот в чем главная суть, вот о чем забывают все наши чудо-комментаторы. Там, на самом деле, много, много такого забавного в Инстаграме у Давыдова, там у него девочки 2009 года тоже работают как, ну, подпись, опять же, не я придумал, работаем над четверным Луцем, там, или работаем над четверным тента, там девочка 2009 года. Проблема в том, что ребята неподготовленные. Мы можем вспомнить Берестовскую, которая у Давыдова тоже попрыгала уже Квады, получила, получила травму. я не против, на самом деле, травмы, они есть у всех, и Квады прыгать надо, но если спортсмен не готов, то есть у Берестовской очень низенький прыжок, какие там Квады, что-то можно, да, говорить о том, что там за счет крутки, скрутит, ну, простите, крутка, локачивая, но она повыше, Берестовская при этом прыгает, при том, что скорость крутки тоже повыше. Что касается самого этого события, ну, могут быть плюсы и минусы, то, что немножко пиара получит Давыдов, мне кажется, это хорошо, а почему нет? Ну, слишком много, еще раз говорю, блюют грязь на хрустальный, а получается, что, наоборот, его пиарят. Наши доблестные журналисты под предводительством Войцеховской, другим немножечко обидно, есть такое, действительно, если в ЦСКА кто-то по-настоящему работает, системно, не так, что просвет, да, у Буяновой просвет был с Ковстуном на чемпионате России, у Соколовской просвет был с Самарином на чемпионате Европы, а вот что именно системно, вот такая работа видна у Давыдова, действительно, есть такое дело. Хочется ему пиара, хотя, опять же, вот этот пиар, примерно как с Берестовской, он же мог тоже сильно об этом не рассказывать, нет, аккуратно начали тоже пиарить эти квады и получилось, что рассказали сначала про квады, попробовали, неподготовленный спортсмен попробовал на соревнованиях даже прыгать, а потом травма. Это же тоже обязательства, вы же должны понимать, берешь на себя обязательства, а потом, если ты не можешь выполнить взятое на себя обязательства, оно тебе щелкает по носу, как с Берестовской произошло. Точно так же может и с Белявским произойти. Что еще по Белявскому? Он, вообще-то говоря, не эталон прыжковой техники или там высоты великой у прыжков. Нет, он хорошо прыгает, но смотрели же мы только что чем-то от России, нормальные прыжки, не сказать, что выдающиеся. А вообще говоря, прыгает даже тяжеловато. Тяжеловато прыгает. Такое тоже есть. Не зря на тройных находили недокрутое. Я не знаю, может быть там травма, конечно, была еще, но это уже дело десятое. Травма есть у всех, у той же трусовой, да, микротравмы какие-то, но тем не менее, чтобы недокрутое там такое. Дальше больше, да. Опять же, я уверен, что в ближайшей неделе на фоне этого пиара, как сильно это все разнесли, мы увидим настоящий парад этих петерных науд, на удочках там уже кто-то выложил, да, уже какая-то девочка там чей петерной сальхов на удочке тоже крутит. Ну, ее, кстати, встречают не так радостно, как Беляцкого. Там уже едкие комментарии, что это тренер, в смысле, это ее этот рыбак, который с удочкой помогает. Ну, на самом деле, Беляцкому точно так же. Пересмотрите еще раз, еще раз повторюсь, вот эта точка наивысшего подъема или близкая к нему, как долго она у него длится. Сколько оборотов, а потом попытайтесь прикинуть, сколько же там оборотов ему эта помощь принесла. Плющенко. Рудковские же не могли не выделиться. Они туда же уже нам в чат вон бросили. Сын Плющенко, который не прыгает, дупель даже, разумеется, он слишком маленький мальчик. То есть, одинарный аксель. Он у нас четверной аксель теперь на удочке продемонстрировал. Он тоже пиара захотелось. Понятно, что он даже скрутить не может. То есть, в отличие от Беляскова или еще кого-то, он скрутить не может. Он с трудом, максимум сил вложив, он с трудом с полной помощью его подняли. Три с половиной, а дальше оборот на льду. Или даже меньше, чем три с половиной, то есть с половиной с недокрутом. Ну, тоже такое, очень показательно, такой гипертрофированный случай Беляскова, но чтобы еще раз понимать, тоже о чем идет речь. Человек не прыгает четверной тулуп, он не прыгает его. У него один четверной выложен, известно, четверной Сальхов в Инстаграме. Другие он не прыгал. Да, он и Сальхов не прыгал никогда. А на удочке пятерной тулуп. Ну, а чем хуже Плющенко младший? Он одинарный аксель, а на удочке четверной. Ну, тоже пиар нужен, очень нужен пиар, но Плющенко всегда он нужен. Нужно деньги зарабатывать, нужно привлекать богатых учеников, чтобы потом карманы их опустошать, у кого денег больше, чем он может потратить. Такие всегда есть. Вот, поэтому из всего сказанного сами можете решать, что вам думать. И я так сразу, да, с Ягудиным, с Тарасовым и прочими смыкаю свое мнение, ну, ничего такого. А представьте себе, ну, в другую область пойдем. Вот у нас есть мировой топ. Мировой топ, от которого мы вполне можем от любого парня ожидать прорыв, да, там, Ханю прыгает, секвенцию, четверной аксель, четверной тулуп, простите, тройной аксель, Уна попробовал прыгнуть каскад, тройной аксель, четверной тулуп и даже докрутил, пусть и упал. Представьте себе, что кто-нибудь из них выложит тоже пятерной на удовичке, ну, может же выложить, а в чем проблема? Ну, вот Алиев, допустим, пусть не Ани, пусть Ханю, пусть Чен, и сразу это вызовет массу пересудов, волну и так далее, но это же все будет опять же таким пиаром, либо ты учишь это, берешь на себя обязательства, либо ты молчишь. И они поэтому молчат, они такое не выкладывают. Хотя вполне могли бы. Ну, если мы уже заговорили про четверные прыжки, четверные прыжки на этой неделе были еще. Один из самых неожиданных четверных, которого никто не ждал, четверной тулуп от Камилы Валиевой, четверной тулуп от Камилы Валиевой, четверной флип от Анны Щербаковой. Такое ощущение, что в хрустальном куют клады, как горячие пирожки, не останавливаются. Мы, конечно, все ждем тройных акселей, а нас все кладами почуют. От Валиевой действительно никто не ждал. Ее четверной просто как гром среди ясного неба, тем приятнее его видеть. Есть, опять же, недобрые комментарии на ее счет, есть и очень радостные. А я хочу остановиться на ином. Год назад, когда Трусова на чемпионате мира юниорском свои два квада прыгнула, было популярно поливать женские квады, называя их детскими, было популярно рассказывать, что это все несерьезно, при этом все эти статьи есть, поднимайте, освежайте в памяти. Не сговариваясь, называли Трусову уникумом. Говорили, ну, Трусова это уникум, но вообще, говоря, несерьезно, не будет. Никого больше не будет, ну, может быть, там Щербакова, может быть, у кого-то что-то, но, в принципе, у Трусова уникум, а больше ничего не будет. В то время, как на американских ресурсах, на какой-нибудь голденскейте доходило до драки, что пользователи спорили, да, когда у Акатьевой будут все квады. То есть, для них это было очевидно, наши специалисты рассказывали, убеждали друг друга, что это Трусова уникум, а у других ничего не будет. Я сразу говорил, что будет. Сначала Анна Щербакова уже тогда, да, буквально через месяц продемонстрировала, восстанавливаясь после травмы. Кто на нее рассчитывал? Вспомните, какой путь прошла Щербакова с прошлого года. Дальше больше, потом и Лиза Трусенбаева, и Софья Акатьева, теперь вот Камила Валиева. Да, это все пока еще тренировочные клады у Акатьевой и Валиевой, но на оптимистический лад они нас наводит, по крайней мере, в этой группе минимум такого, что обещано, но не сделано. Если уж совсем, да, там травма какая-то вмешается, какой-то фрост-мажор, только в этом случае это останется пиаром, так называемым. За Камилу Валиеву особенно радостно. Еще год назад, какой она пришла в Хрустальный, без зубцовых прыжков, ну как без зубцовых, зубцовые были, это будет преступлением или очень обидно для москвича сказать, что без зубцовых, но они были в таком у нее разладе, они были в такой нестабильности, что можно сказать, что без зубцовых прыжков, ей дешевле было их не прыгать, чем пытаться выполнить, да, это примерно к четверной луцкой лиды. С большими проблемами с каскадами 3-3, а сейчас она уже с квадом, не с квадом, по крайней мере, в Инстаграме квад продемонстрировала большое дело, огромное. Конечно, это не тот, наверное, уровень, с которым в юниоры та же самая Трусова-Щербакова выходили, Щербакова тогда не вышла, если вы помните, как раз травму получила. У них очень уверенный тогда сезон, сезон был, они прыгали уже и ритовые каскады очень уверенно, и все, и квады логическим продолжением стали. Но методика, и тренера растут, дело в чем, тренера тоже растут, методика совершенствуется, Трусова-Щербакова, они по минному полю шли, они были первопроходцами, были, были, наверное, и до них девочки, которым не так повезло. А Валиевой уже попроще, теперь ее перспективы совсем радостно, совсем здорово выглядят, главное не расслабляться, и, конечно, Триксель все-таки, наверное, в приоритете должен быть где-то. Ну, тут на самом деле, знаете, рассказывать про Триксель, что он должен быть, это, опять же, из области хотелок, мечталок. Вот я хочу, он должен быть, потому что он должен, никто никому ничего не должен, что лучше получается, что более вероятно сделать, что удобно сделать, то и делают. Он, может быть, и должен, а его, может быть, и не будет больше, ни у кого. Посмотрим. Я верю, что будет, ну, у кого какие перспективы здесь и сейчас, это тренерам на тренировке только известно. И про Анну Щербакова не могу не сказать, но это же тоже. Кто на нее ставил? Сейчас очень модно стало в этом сезоне, особенно скрывая этим свое негодование, скрывая этим свою досаду за то, что она восстановилась, за то, что она снова в топе. Стало очень модно критиковать или даже, не побоюсь этого слова, плевать нашу Анечку, как это сделал, например, сын чемпиона мира, сын первого советского чемпиона мира Волков, который, кстати, подобно Лазукину, да, как про Лазукина говорят, что он бойфренд Уктамышева, самостоятельный фигурист, так и про Волкова говорят. Не то, что он тренер, а то, что он сын первого чемпиона мира советского. Была серьезная травма у Ани, очень она восстанавливалась, тяжело, очень тяжелый у него был прошлый сезон, в связи с этим, половину, или даже чуть больше половины, которого она из этого пропустила. Пока девочки феерили на юниорском чемпионате мира, Трусова с Косторной, Анечка падала на первенствах России и раз за разом пролетала мимо подиума, очень обидно было, горько, но тем не менее, уже в межсезонье восстановила квад, а дальше больше. Теперь она чемпионка России, теперь она может уверенно смотреть в будущее, и теперь у нее к четверному лутцу и четверный флип прибавляется в арсенале, я надеюсь, что прибавляется, пока что только в Инстаграме. По-прежнему очень много хейтеров, на нее не рассчитывали, да, на нее не рассчитывали, много у нас фигуристок, много болельщиков у этих фигуристок, такая травма, которая была у Щербаковой, все уже ее списали, списали, решили, Крустальным, там других много, судят опять же по себе, как сами бы выбросили кого-то на свалку, так они мысленно отправили туда Анну Щербакову, а она не такая, Анна восстановилась от травмы, Анна прыгает, не могу еще сказать, что лучше прежнего, но Анна продолжает совершенствоваться, она продолжает удивлять и радовать, титул чемпионки России по-взрослым, говорит сам за себя, самое сложное соревнование сезона, не взрослый чемпионат мира, не финал какого-то гран-при, не юниорский чемпионат, а чемпионат России, простите, это турнир, но номер один на планете, уже, наверное, четвертый сезон подряд, она его выиграла, что еще было на этой неделе, всевозможные шоу, да, Медведева выступает на шоу в Канаде, довольно забавно видеть фотографии с этого шоу, когда канадцы, 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 одни канадцы и Медведева. Загитова, кстати, тоже в Канаде сейчас находилась на этой неделе, там говорят в какой-то рекламе от шоссе, да, она именно, в том самом Торонто, между прочим, где крикет расположен, тот клуб, в котором Медведева сейчас тренируется, там, оттуда поступал контент фотографии с Загитовой, Винсенджу, кстати, к слову, про шоу, про травмы, в своих соцсетях постит фоточки на костылях, как сам объясняет, на шоу, на шоу, я подчеркну, где-то неудачно упал, травмировал колено, он не унывает, улыбается там, но вот на костылях, серебряный, бронзовый, да, бронзовый медалист чемпионата мира, поэтому всем, кто у нас катает по шоу, все-таки более внимательным надо быть, эти примеры, они тоже обращают на себя внимание, пройти через тяжелый сезон и травмировать колено и на костылях ковалять после шоу, это сильно, конечно, Плющенко тоже отличился, увидел он это, наверное, четверной от Валиева, и тоже решил немножко попиариться, разместил он видео, как у него Титова тройной аксель тренирует, внимательно тоже посмотрел, что там, понятно, что там она падает, ну, девочка прыгает дупель, хороший, уверенный дупель, с запасом, да, докрученный в воздухе, ну, ну, все, то есть его нельзя даже называть перекрученным, перекрученным дупелем, или там, как знаете, на квадах говорят перекрученный тройной, что значит перекрученный тройной, ну, допустим, тройной, еще четверть, или там, плюс-минус, нет, она прыгает ровно дупель, а потом пытается, вот, да, там есть небольшой запас, потому что в воздухе докручено, и потом она пытается на льду дальше четвертый, ну, то есть третий с половиной оборот крутить. Разумеется, падает, разумеется, все это очень больно, разумеется, там рядом Плющенко рубящими жестами в позе Наполеона, да, и с риторикой Робеспьера, ну, все это на нехорошие мысли наводит. Если честно, я сразу вспомнил Берестовскую. Не готова просто еще, еще не готова немножечко Титова, к тройным акселям, к тому же без удочки, вот это вот, ну, это ужас, это просто ужас. Не знаю, у кого-то может быть другое мнение, то, что я увидел, то, что я и видел, то, что я внимательно покадрово просмотрел в этих прыжках, неужели он сам этого не видит? Опять же, это надо понимать, это же не худшая попытка и не средняя попытка, это лучшее что-то, да, там, выложили, как обычно, чем отличается, да, инстаграмная попытка, тренировочная, тренировочная, соревновательная. В инстаграме ты можешь, да, тысячу раз прыгнуть за последние две недели и лучшую попытку из тысячи раз выбрать. Да, Лулу, ты правильно пишешь, это видео, где стальным тоном Плющенко говорит, мне не нужно, чтобы ты плакала, мне нужны квады, мне нужны акселя в три с половиной оборота, а если будешь плакать, то ничего не будет, мы это уже проходили. Ну, 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 это же рука-лицо. Мы уже видели, как у Плющенко квады прыгала, в кавычках, Сима Саханович, и сколько грязи он потом вслед ее вывалил. Мы видели то же самое с Валерией Михайловой, потом Анастасия Тараканова, и теперь Софья Титова. Ждем-ждем, продолжение, как у старших подружек. И, кстати, если мы заговорили про Тараканову, тоже приятная новость, приятная новость пришла из снежных барсов, взяла ее под свое крыло Панова, а может, Моисеева, ну, в общем, приняли ее назад в группу. Здорово, как мы с вами об этом говорили, то, что Плющенко так много раз плюнул на спину Таракановой, это на пользу ей пошло, в том смысле, что если до этого Панова могла бы ее не взять, то теперь ей выгодно ее взять, она в глазах всех учеников, родителей, она выглядит благодетелем и той, которая делает правильные вещи. То есть, почему я об этом говорю? Все непросто, можете себе представить. Тараканова ушла в свое время от Пановой, наверное, не раз она упоминалась в каком-то, ну, не то что неприятном ключе, но, скажем так, в воспитательных целях, да, ее уход упоминался, и поэтому вот просто так, она взяла, вернулась, это нужно было бы объяснить, это нужно было бы как-то вот с точки зрения сохранения репутации на катке, в родительской среде, непростая задача. А тут Плющенко помог, спасибо ему за это, я рад за Настю. Что еще хочется сказать? Ну, хочется, да, возвратиться немного к Белявскому, но не в смысле Белявского, а в смысле двойных стандартов. То есть, представьте себе, Белявский, да, там, с первотейшеном, с помощью на удочке, ну, прыгает пятерной, прыгает пятерной прыжок Белявский, и в один голос, не сговаривая, все эксперты говорят, фи, мы это сто раз сделали, фи, это не стоит даже упоминания, фи, это пиар. Тут же, что происходит? Медведева рассказывает, что она настроена, то есть не то, что она там показывает, или рассказывает, что прыгает, она рассказывает, что она настроена, изучая четверной, и нас тут же клятвенно ряд экспертов начинает заверять, что это не пиар, что вы, что вы, это все серьезно. Вот у Белявского это пиар, конечно же, он на удочке прыгает и выкладывает, показывает, что он делает, а Медведева ничего не делает, а рассказывает только о том, что собирается. Но это-то не пиар, это-то точно, это намного лучше, чем у Белявского. Ну такое, двойные стандарты, как они есть. Если мы кого-то критикуем, если мы чем-то недовольны, то давайте с одной колокольни о всех говорить. Всех стричь под одну гребенку. Ир, ты пишешь, если Настя будет в сезоне хорошо выступать под руководством Пановой, это будет хорошим ответом Евгения Викторовича Плющенко. Ну, Ир, такое, с него же как с гуся вода. Выступала очень хорошо по сезону Серафима Саханович, и что его это чему-то научило. У него деньги на первом плане, когда бабло побеждает, всякое разумение, так и будет продолжаться. Очень наглядная иллюстрация высказываний из «Капитала» Карла Маркса про тот самый «Капитал», который, если видит 100% прибыли, нет такого задеяния, на которое бы он не пошел. У него бизнес, понимаешь? У него не тренерство, у него не спорт-школа, у него бизнес, у него зарабатывание денег. Он изо всех сил стремился, торопился вывалить в грязи Тараканову, чтобы никто не решил, что она от него ушла. Он пытался всем успеть рассказать, что он ее выгнал. При этом не просто рассказать, а это же разнесли тоже по всем СМИ. Там Рудковская тоже постаралась, подключила связи. То есть не то, что там в одной газете, в двух, в миллионах газет, везде же было. И заголовки-то какие там, про истеричку, про нервы, про черте что. Кстати, смешно наблюдать, не могу эту тему тоже не затронуть. Не раз уже в обсуждении как раз Тараканова, в обсуждении Плющенко, там люди всякий раз, не очень далекие, не очень умные, не очень думающие, может быть, рассказывают. Ну вот Плющенко, как Тутберидзе, тоже не может. Друзья мои, ну как вы можете это сравнивать? Представьте себе, вот уходила Медведева, Тутберидзе молчит. Начинается вакханалия в СМИ. Вот примерно как было с вакханалией интервью Плющенко, которое везде, везде грязь на Хрустальной, везде грязь на Тутберидзе, на группу. Грязь, 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 грязь. И градус все повышается, повышается, повышается. Каждый следующий журналист пытается переплюнуть другого в грубости, переплюнуть в оскорблениях, переплюнуть в непрофессионализме. Выходит Тутберидзе и кладет этому конец. Да, пары фраз буквально. Что происходит у Плющенко? Все же наоборот, тишина. Тишина и покой. Никто никого не вываливает грязи. Никто никому не рассказывает, что ее группу сейчас развалят, раздадут, его деятельность запретят. Тишина и покой. Выходит Плющенко и начинается вакханалия против тараканова. То есть, если люди не могут сравнить две этих вещи, пытаются как-то привязать одно к другому, найти аналогии там, где их нет, мне их жаль. Вот, ну, еще раз, самым главным событием на неделе, наверное, это то, о чем больше всего говорили, Пятерной, это даже не уход Ковстана из спорта. Пятерной прыжок, я думаю, парад, как говорят, парад планет, парад суверенитетов, парад Пятерных, парад жажды пиара, кто-то, может быть, сообразит и Шестерной, или Семерной, но история повторяется, сначала как трагедия, потом как фарс. Я уверен, он в ближайшие недели две по всем Инстаграмам, по всем социальным сетям пройдет, процесс уже начался, это смешно, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Работать надо, а не пиариться. Что еще у нас из новостей? Ну, новости калибром поменьше, объявили, объявили японцы состав на шоу Dream Son Ice в Японии, которое в конце июня будет приглашены из приглашенных участников, то есть из тех, которые не японцы, там, Натан Чен, Винсен Джу, и Загитова, Трусова, Щербакова, Косторная. Японцы, похоже, тоже видели шоу Тутберидзе, и поняли, что оптом, оптом надо приглашать, оптом надо смотреть. Самое смешное, та реакция, которая в самой Японии, в связи с этим анонсом, я посчитал японские комментарии, там, ура, да, Тутберидзе вместе со всеми девочками, хочу, 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 примерно, примерно такие комментарии преобладают. Не знаю, мне кажется, я про все сказал, что было на этой неделе, если что-то забыл, если кто-то хочет что-то добавить, прошу вас, вам слово. Конечно, немножко странно этот пиар вокруг, безусловно, очень талантливого мальчика Белявского видеть, когда свое же ЦСКА его подсунуло под винокура на Пересты России, но там идея была в другом, на самом деле, дело в том, что винокур обошел не только Белявского, там главный смысл был еще в том, что хорошие, очень талантливые, перспективные питерские ребята еще ниже оказались, то есть Соловьев, который тоже с Трикселем, то есть винокур без, а Соловьев с Трикселем, ну там никто не был с квадом, там все были с Трикселями, если были. Он на третьем месте, а угожай вообще на четвертом мимо подиума, в этом была идея, все думали, что выиграет Белявский, Белявский действительно всех обыграл, но проиграл своему, поэтому вроде бы не жалко, все равно он должен был бы выше всех оказаться, ну а то, что еще выше еще один парень оказался в ЦСКА, ну, таким образом ЦСКА обычно действует, и если кто-то остался обиженным там, то конечно же не Белявский, а Соловьев с Угожаевым. Леон, ты пишешь скандал с ТСЛ, то есть с каналом Westskating Lessons и записью Царевой, ну, не хочется это комментировать, ничего из ряда вон, ничего предусудительного, я в этом не вижу, если ты слышал, если ты присутствовал хоть раз на тренировках той же Тарасовой, ты бы на Цареву, к Царевой бы ты бы никаких претензий не имел. Да, Юль, Тарасова не стесняется в выражениях, совершенно верно, это же известно, то есть у нее спрашивают, что ж ты так ругаешься, а она в ответ, ладно-ладно, это у меня, они у меня олимпийскими чемпионами будут, ну, 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 это все в более широком смысле надо рассматривать, это все как бы продолжение их русофобской риторики, ничего больше, про злых, неправильных русских, прорусских, с нечеловеческим лицом, про то, как они уродуют, про то, как русские заставляют, попирают все права там, ну, и прочее, и прочее, и прочее, тут ничего нового. Да, Даша, ты права, их публикации просто, ты пишешь их публикации просто возмутительно, я бы обобщил, их публикации просто возмутительные, ну, это уже обычное нормальное дело, они в тренде, не в тренде именно общественного мнения, поведения общественного, нет, они в тренде собственных действий, они всегда так себя вели, они всегда занимались этим, тут ничего нового, ничего удивительного, Скучно. Вот если бы они где-нибудь похвалили бы, если бы они где-нибудь пример поставили, вот это было бы и странно, интересно, любопытно. А так, скучно. Ну что, у нас, наверное, сегодня коротко, но емко. В межсезонье, привыкайте. Смысл долго обсуждать, если темы для обсуждения нет как таковой. Все-таки тема это фигурное катание, слухи, сплетни и скандалы с расследованиями. Поэтому, наверное, если нет других предложений, на сегодня это все. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok